Вопрос. Ребенок постился в Рамадан до возраста половозрелости, и в один из дней поста он достиг половой зрелости. Должен ли он возместить этот день? А также неверующий должен ли возместить, если он станет мусульманином? И также женщина, которая очистилась от менструации. Сумасшедший, который выздоровел. Путник, который вернулся из путешествия, но не постился. Больной, который выздоровел, но не постился. Что делать этим категориям людей? Держать ли им пост? Воздерживаться ли от всего, что его нарушает в оставшуюся часть того дня? Ответ. Хвала Аллаху. Те категории людей, что упоминаются в вопросе в разных положениях. Разногласия ученых и некоторые мнения упоминались в ответе на вопрос 49008. Всех людей из вопроса можно разделить на две группы. Положение ребенка, достигшего половой зрелости, неверующего, который стал мусульманином, и сумасшедшего, который выздоровел, одно. А именно, они должны воздерживаться от всего, что нарушает пост, оставшуюся часть дня, и не обязаны возмещать пост этого дня. Положение женщины, у которой прекратились менструации, и путника, который вернулся домой, а также больного, который излечился, одно. А именно, они не обязаны воздерживаться оставшуюся часть дня, так как это для них бесполезно, но они обязаны возместить пост этого дня. Различия между первой и второй группой в следующем. В отношении людей первой группы, условия обязательности полного исполнения канонов шариата, таклив, а именно, половая зрелость, исповедание ислама и разумность присутствуют. Если было подтверждено наличие условия обязательности исполнения канонов шариата, то они обязаны воздерживаться, но они не обязаны возмещать пост этого дня, так как стали воздерживаться от всего, что нарушает пост, с того момента, когда пост стал для них обязанностью. А до этого поста не соблюдать обязаны не были. Что касается людей второй группы, то по шариату они обязаны поститься, но у них есть оправдание или причина, которая дозволяет им разговеться, а именно, наличие менструации, нахождение в пути и болезнь. Аллах облегчил этим трем категориям людей и дозволил им не поститься. Посему в этот день они могут разговляться. И если причина разговения исчезнет днем в Рамадан, то воздержание от всего, что нарушает пост в течение оставшейся части дня, не принесет им пользы. Они обязаны возместить пост этого дня. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, да помилует его Аллах, сказал, «Если путник вернулся в свое государство, не будучи постящимся, то он не обязан воздерживаться от того, что нарушает пост. Он может есть и пить оставшуюся часть дня, так как воздержание для него бесполезно. Ведь он все равно обязан возместить пост этого дня. Таково верное мнение, и таково мнение мазабов имама Малика и Аш-Шафии, а также одно из двух мнений имама Ахмада, да помилует его Аллах. Однако этот человек не должен есть и пить прилюдно. Также он сказал, «Если днем в месяц Рамадан женщина очистится от менструации или послеродовых кровотечений, то она не обязана воздерживаться от всего, что нарушает пост. Она может есть, пить, так как воздержание для нее бесполезно, ведь она обязана возместить пост этого дня». Таков мазаб имама Малика Аш-Шафии, и это одно из двух мнений имама Ахмада. Передается, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Тот, кто поел первую часть дня, пусть ест и оставшуюся». То есть тому, кому дозволено было разговляться в первую часть дня, дозволено разговляться и в оставшуюся. Шейху также задали вопрос, «Если человек не постился днем в Рамадан по уважительной по шариату причине, может ли он пить и есть оставшуюся часть дня?» Он ответил, «Он может есть и пить, так как не постился по уважительной шариатской причине». Если человек оставил пост, имея уважительную по шариату причину, то запрет разговеться в этот день с него спадает. Ему становится дозволенным употребление еды и питья. В противоположность этому, человек, который разговелся днем без уважительной причины, его мы обязываем поститься оставшуюся часть дня, несмотря на то, что после он будет обязан возместить пост этого дня. Необходимо быть внимательным и различать эти два вопроса. Также он сказал, «Во время нашего исследования по вопросу поста женщины, если у нее была менструация, которая закончилась днем в Рамадан, мы упомянули, что ученые разногласили по вопросу, должна ли она воздерживаться оставшуюся часть дня, не пить и не есть. Или она может есть и пить оставшуюся часть дня». Мы сказали, что по этому вопросу от имама Ахмада, да помилует его Аллах, передаются два мнения. Одно из них, и оно является известным в Мазабе, что она должна воздерживаться от всего, что нарушает пост, не есть и не пить. Второе мнение заключается в том, что она не обязана воздерживаться. И она может есть и пить. Мы сказали, что это мнение Мазаба Малика и Ашафии, да помилует их Аллах. Это мнение передается от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что он сказал, «Пусть тот, кто ел в начале дня, ест и в конце его». Также мы сказали, что в вопросах, в которых есть разногласия, получающие знания должны смотреть на доказательства и следовать тому, что им видится более верным на основании доказательств. И не обращать внимания на наличие разногласия, если есть доказательства верности определенного мнения. Ведь нам приказано следовать посланникам, как сказал Всевышний, «В тот день он воззовет к ним и скажет, что вы ответили посланникам». Что касается приведения в качестве доказательства достоверного хадиса от пророка, что он велел поститься в день Ашура в течение дня, и люди стали соблюдать пост оставшуюся часть дня, на этом мы скажем следующее, они не могут опираться на этот хадис, так как во время поста Ашура нет ситуации, когда исчезает причина, запрещающая поститься. Во время поста Ашура происходит начало обязательности. Есть разница между исчезновением препятствия и началом обязательности, так как начало обязательности означает, что положение веления не было до наличия этой причины. Что касается исчезновения препятствия, то это означает, что положение, веление, присутствует, и обязанность в отношении человека бы действовала, если бы не было препятствия. И если присутствует препятствие наряду с причинами действия, то это означает, что действие не будет верным, пока не уйдет препятствие. Пример ситуации, которая упоминается в вопросе, похож на следующую. Если человек в течение дня принял ислам. У человека, который стал мусульманином, появилась обязанность поститься. Эта ситуация похожа и на ту, если ребенок стал половозрелым в течение дня, в первую половину которого он не постился. В отношении него обязанность поста также появилась. И тому, кто принял ислам днем в рамадан, мы скажем, воздерживайся оставшуюся часть дня, но ты не обязан возмещать пост этого дня. И ребенку, который достиг половой зрелости в день рамадана, мы скажем, что он обязан воздерживаться, но не должен возмещать пост этого дня. Их ситуация противоположна ситуации женщины, которая днем в рамадан очистилась от менструации. В соответствии с единодушным мнением ученых, она обязана возместить пост этого дня. Если женщина, у которой кончились менструации днем, в соответствии с единодушным мнением ученых, станет воздерживаться оставшуюся часть дня, это будет для нее бесполезным, и ей не засчитается это за пост, она должна возместить пост этого дня. Таким образом, стало понятно различие между возникновением обязательности и исчезновением препятствия. Вопрос женщины, которая очистилась от менструации днем в Рамадан, связан с исчезновением препятствия. А вопрос ребенка, который достиг половозрелости днем в Рамадан, или то, что упоминалось в вопросе, когда пост в день Ашура был обязательным до поста Рамадан, связан с вопросом возникновения обязанности. Просим Аллаха о помощи.